Я хочу сегодня коснуться одной темы, которая очень касается то, что мы уже обсуждали неоднократно, но думаю, что мы еще не кончили тему, о связи с Торой и Рад Шамайем и Богобязненностью. Тема совершенно актуальная, и она касается наших недельных глав, ближайших и следующих, поэтому я хочу как-то вернуться к ней. В нашей главе, когда мы выходим из Египта, пересекаем море, наша глава кончается «Встреча с Амалеком». «Встреча с Амалеком» и о причинах страны нашего народа, почему нас напал Амалек, есть несколько причин. Мы ни разу уже говорили, рассказывали, не сомневались, все вышли с ним или нет. Особили Халки от Торы из-за разногласий, которые были внутри Истана и Израиля. есть другая сторона. Другая сторона – это источник Амалека, его духовный источник. И вообще тут очень принципиальный вопрос, что делать именно, почему именно между выходом из Египта, между переходом через море и получением Тора, именно там появляется Амалек. Именно здесь. Всем известно, известно, слава наших мадрецов, на что похоже, на что похоже, что сделал Амалек. Была очень хорошо кипящая ванна с кипятком, к которым все пытались приближаться. Один без головы прыгнул в эту ванну, он очень сильно обжегся, но и ванна остыла, ванна остыла. То есть была ситуация, когда весь мир, он был полон страха перед Ворцом, в силу чудес, которые сделаны нашему народу. Страх не только перед Ворцом, но и страх, как же задеть наш народ. И страх перед Ворцом, словно, был очень осилен именно в силу египетских казней, в силу рассвещения моря, в силу гибели египтянта. И народ, ради которого сделаны все чудеса, словно был… страшно было подумать, как задеть его. в силу. Приходит Амалек и совершенно не боясь никого идет на войну. Эти слова, то, что он не боялся Бога, это упоминает нам в другом месте, не в нашей главе, а в отрывке, который мы читаем в «Фаршат Схор», скоро, через месяц, в книге «Дворим». Он проводится в Сидорим в конце. Это, скажем так, «Захор, если шеросалех Амалек Бад-дерех, помнишь, что сделаете Амалек в дороге? Вот это из Схема Мицраем, при выходе из Египта. Ашер Краха Бад-дерех, он случился в дороге. Он буквально гонялся за всеми, те, кто слабее или были в конце Стана, за всеми, которые наружу выдракнули облако. И народ Израиля был уставшим с дороги. Дальше слова «Вэлло и Рээлло Ким». Раша объясняет в этом месте, что еще «Вэлло и Рээлло Ким». Это говорит Амалек. Не было там богобоязненности. Не было там богобоязненности. Есть у нашего учительа Равицка Хутнера в книге «Паха Рицкок на Пурим». Он касается темы, какой корень в скверне у Амалека. И он объясняет следующую вещь. Есть у человека две силы. Одна сила – уважение и посчитание к ценностям. А есть другая сила – это пренебрежение к ценностям. Я дам очень емкое определение из русского поговорка «пьяному море по колено». Человек с пьяным, допустим, если он трезвый, у него будет все-таки сдерживать субординация или этикет. «Пьяному море по колено». Для него неважно, его начальник, не начальник, кто – все равны. Объясняет Равицка Хутнер, что приближение к ценностям, нежелание признать, что если что-то над ним, что вообще можно кого-то бояться, это была, это корень духовной мерзости Амалек. Есть, то есть, Амалек называется Лец. Лец – это буквально смешник. Как-то мы не видели, чтобы он смеялся. Он не смеялся, он шел воевать. Но есть определение, которое я получил из своих челей, что такое «Лец», «Лецанут», «Быть насмешником». Тут не в смехе дело. Тут проблема чувства юмора, если оно в нужном месте, оно очень-очень хорошее, веселее жить. Но когда я пользуюсь чувством юмора, чтобы принизить истинные ценности, это и есть «Лецанут». «Лецанут». И по определению, когда получилось из своих учителей, что такое «Лецанут»? «Лецанут» – это «Битуль», буквально «Принижение», «Отмена» истинных достоинств. И если мы немножко вдобываемся в эти вещи, то одной из основных сил зла в этом мире – это принизить в наших глазах истинные достоинства. Сила Амалека была принизить перед всем миром достоинства страха перед Творцом и страха перед нашим народом. И он в этом преуспел, он остудил вам. Есть в этом месте, там, где мы сейчас почитали, в «Лой-Рэ-Лу-Ким», в книге «Дворим», Раш объясняет, что «Лой-Рэ-Лу-Ким» относится к Амалеку. А вот там же, в этом месте, есть комментарии, «Даз кейни болея Тософот». То есть, бывали комментарии великих болея Тософот. Они также относят это «Лой-Рэ-Лу-Ким» к нашему народу. То есть, просто понимать тексты, безусловно, как «Раш». Это доказывает просто по правилам чтения, что это относится именно к Амалеку, а не к нашему народу. Но всегда есть возможность также иметь, кроме того, не только простое понимание, но и дружь. Но и дружь. Давайте просто поймем эту вещь. Известно, вот он писал в своей книге, что слово, которое мы считаем в нашей главе… Нет, секундочку. Нет, это в дворе. «Ашер Кархабадер» буквально случился в пути. «Кар» случился, это «Зомикре». Тот же корень, что «Кар» холодный. Вот видите, надо сказать, он остудил. Остудил. То есть, замысел Амалека был остудить наш народ от его страха перед Ворцом. Остудить. И, в большом счете, самая страшная вещь, которая отменяет… Страх перед Ворцом – это сила, что называется «лайцомус». Мы это смешник. Об этом очень четко пишет наш учитель Масады Шарим Рамхал. Он напишет в пятой главе о тех причинах, которые у человека отдаляют от него осторожность. Веда-то заерут. Одна из основных проблем – это отдаляет от нас осторожность, – это смех, легкомыслие и сила «лайцанут». Объясняет Рамыч Хабуцату, что когда человек обращается с порицанием, то есть у него страшное оружие против этого порицания. Насмеяться над тем, кто порицает его и обратить это на смешку в шутку. Он говорит, что это похоже, когда он берет его образ и выставляет стрелы. Очень хороший щит. Твердый, хороший, хорошо смазанный маслом, который отбивает все направленные стрелы. Вот «лайц» – насмешник, он не принимает порицания. Слово «ират шамай», «ират шамай», «ират шамай», он отвечает шуткой, анекдотом. Кончилось «ират шамай», кончилось «ират шамай». Вот это прыжок в кипящую ванну. То есть с ими действиями Амалек надсмеялся над страхом перед небесами и как бы показал всем, в том числе евреям, вот можно быть и без богобоязненности. И, как мы знаем, земля не раскрылась, и этот народ не проглотил. Он остался. Нам еще он много принес горе. Мы сейчас им еще не кончились, что-то. Это шамицва. И это присутствие Амалека в мире. Это демонстрация возможности бунтовать против Всевышнего, презреть его, боясь перед ним. Это то, что действительно, это страшнейший грех. Это причина, почему она заповедана в Торе. Стрелить память с ним. Сила Амалека, влияние Амалека в мире, это буквально это противостояние, это насмешка под боязнью, как говорится, выше. Теперь мы поймем лучше, почему это было сделано именно, именно перед получением Тора. Хочу эти вещи немножко объяснить. Есть в Масекен Брахот. Известная Даканат Эзра. Установление Эзры, еще которое есть в Туматкеве, даже самым большевым способом от совместной жизни с женой, если он не окунается в Микву, ему не запрещено молиться, читать, когда Шмай учится. Реально, что касается политической Аллахи, это последнее не было принято всем нашим народом, но как закон она действительно, но как очищение перед молитвой, перед Крятшма, перед Шим Торет, оно весьма рекомендуется. Весьма рекомендуется. И непонятна причина этого. В чем смысл этого постановления? Я сейчас не буду касаться всех сторон этого постановления. Он, видимо, сейчас не касается нас Аллахада Мейса. Я хочу коснуться тут одного аспекта. Ну, может, скажет мне, что любой человек, у которого есть какая-то туман, нечистота, ему нельзя учить Тор. Это не так. Это приводит здесь гомора. У всех этот проход 22-й этап, что все самые тяжкие уровни тумы, как Мецура и тому подобное, даже нарушители, те, кто зажительствовал с недой, из тумат Бойль-Неда. То есть, в смысле, эта тума не причина запретить ему не молиться, не горит, когда Крятшма не учится. А вот тумат Балькери – это из-за извержения семени, как самым корешевым способом. У человека становится довольно низкий уровень тумы, это решенный тума, первый уровень. Это гораздо ниже, чем то, что у нас сегодня есть у всех тумат Мет. Мы являемся аватума буквально, по подобной источнику тумы. Это причина, что великий Эзра постановил не молиться и говорит Крятшма и не учиться, пока не укунется вмиг. В чем проблема? Есть тут, Гумарайт объясняет это, приводит Брайту, сказано, что нам заповедано вводатам на ванеху, вне ванеху. Нам надо известить, передать нашим детям, сыновьям, нашим внукам о том, как мы стояли перед Всевышним на горе Синай. И объясняет Талмуд дальше так. Как известно, получение этого на горе Синай это было устращающим актом, что наш народ буквально души оставили его. Красивич открылся. Это было, как пишет Талмуд, Бе-Эйма. Бе-Эйма это ужас. Это ужас. Бе-Ира. Великий страх. Ретет. Содрагание. Базия буквально. Базия. Базия. Тоже, тоже, некогда без содрагания. То есть, так мы получали Тору на горе Синай. Бе-Эйма, Бе-Ира, Беретету Базия. Так и все поколения надо учить Тору так же, как мы получали на горе Синай. Бе-Эйма, Бе-Ира, Беретету Базия. Ну, слушайте, безусловно, никто не сказал, что если мы еще не совсем на этом уровне, нам нельзя учиться. Но то, что подчеркивает Рамхан в нескольких местах, это точно описано из Талмуде, что, конечно, к этому учим Тору нам требуется пробудить все богобоязненности. И то, что пишет наш учитель Рамхайм из Воложина, что перед тем, как человек учится, хорошо открыть книгу, книгу Мусара, немножко напомнить себе о боязни перед Творцом. Из этого правила, что Тора требует Эйма, Ира, Ретет Вазия, вывели наши мудрецы следующее, что все виды Тумы, даже самые тяжелые, которые только могут быть, у них нет никакого запрета учить Тору, пророков, учить Мишну, Гмору, Аллахот, Агадот. Нет проблем. А вот Баль Керри, ему нельзя, ему нельзя. Почему бы нельзя? Почему бы нельзя? О, Раша объясняет это. Секундочку. Что Томат Керри, она сопровождается легкомыслием. Это вещь очень понятная. Это легкомыслие, связанное с Томат Керри, это то, что мешает, то, что препятствует получению Тора. А Тора звучит так, как будто мы сейчас получаем ее заново. Просто сейчас рассчитываю его процитировать. Если найду его сейчас. Я уже сказал, что он говорит. Знаете, ввысь Аллахи, у нас принято Аллаха в этом отношении, как сказал Рабиду Бемтейру, что слова Тора не принимают с умы. Ну, точно получил чечелейшим, безусловно, и так велись величайшим сведущим Израилем всегда, что да, чищали себя перед Тевокущицей. Это не моя тема. Хочу просто объяснить одну вещь. Хочу объяснить, в чем был замысел Амалека, когда он поражал наш народ перед получением Торы. Он хотел остудить их от Ирад Шамайя, хотел озаразить их от Медят Лаи Цонус, насмешку, что возможно не принимать чуниса Всевышнего, насмешно смеяться над ними, те же, прыгнуть в Гогипевича Ивана. И что бы это сделало? Это бы понизило, принизило бы очень получение Торы. То есть это получение Торы, если она уже была бы не настолько не настолько в страхе, ужасе и содрогании, как это должно было быть. И понятно, что это была совершенно другая ситуация. Я хочу так еще объяснить, это испытание, которое просто нашему народу перед получением Торы, именно перед получением Торы. Я несколько раз говорил, что мы вводим наши мудрецы, что Малек пришел Берафидим. Самое простое понимание, которое у нас принято, наших мудрецов, Берафидим это по причине Рафу и Адаи, то что стабили руки, в начале Торы. Я хочу сказать, я объяснял так иначе, это служебное слово, буква Б, допустим, брейшис, в начале Торы, имеет смысл также бишми, для чего? Чтобы Малек пришел, чтобы наши руки ослабли от Торы. Малек пришел, чтобы отрывать нас от Торы. Вот одно исправление этого отрыва от Торы, это сделать нас недостойными, неполноценными для получения. В чем? Чтобы поразить нашу Ирад Шамай, поразить нашу серьезность. Это бы поразило и помешало нам по-настоящему полноценно получить Торы. Хочу сказать одну очень принципиальную вещь. Наши величайшие мудрецы и праведники, они были радостными, веселыми людьми. Который от нас не требует быть грустным, в состоянии меланхолии, печали и грусти, депрессии ни в коем случае. Признак человека – это Тора, у него есть радость. Источник радости – он в глубине веры. Но есть радость, а есть лейценут. Радость – она не причина пренебрежения истинными ценностями. А вот лейценут – это причина, когда все истинные ценности становятся как ноль без палочки. И я хочу просто сказать одну очень принципиальную вещь. Если человек ищет по-настоящему Торы, он должен искать там, где нет лейценута. И можно сказать, сказано Масагином Бабакамовым в начале урока – что-то веселящее, что-то радующее. Даже, скажем так, не скажем так, как шутку, а то, что веселит. Почему? Об этом сказано так, что когда человек должен что-то веселое, что радующее и веселящее, то это раскрывает его сердце, раскрывает его разум, впитывает слова Торы. Радость – причина получения Торы. Но после этого сказано, что человек должен передавать слова Торы. Это действительно бояра со страхом перед Творцом, а не иначе. Ну, мне могут сказать, что в нашем поколении то, что раскрывается голова и сердце в начале, закрывается заново еще 10 минут. Можно еще раз сказать что-то веселящее, но не лейцонус, не лейцонус, не насмешку. К сожалению, этого не надо прямо говорить. Всевозможных, ну, скажем так, есть очень тонкая граница, хочу просто объяснить. Многие замечательные люди, которые занимаются распространением Торы, кстати, сейчас среди наших братьев, которые от него далеки, они часто пользуются медатами лейцонут. Лейцонут в коей форме? В дозволенной. А какой лейцонут дозволен? Петр Рапутнер, который сказал в Талмуде, что насмешка над идолопоклонством, она дозволена. То есть, так идея лейцонута, это насмешки, запреты насмешки, это прилить истинные ценности, то нет более лживой, фальшивой ценности, как идолопоклонство. Поэтому тут, наоборот, в этой ситуации насмешка над идолопоклонством, она дозволена, и это битва. Пишет Рапут Сахутнер, более того, тут не имеется в виду именно идолопоклонства, а любое зло, так как зло является любое достоинство, которое называется достоинство в силу зла, не в силу добра. Это причина, это есть, не знаю, заповедано, насмешка над этим. Потому что смысл этого, понимаете, есть эта сила лейцонут на смешке, у нее есть запрещенное использование этой силы, которая смехается над любым истинной, над любой истинной вещью. Как известно, сказано в Рабейн Йойне, что это нашим мудрецам, это до Рабейн Йойна, что лейцонут – это одна из четырех категорий, которые не принимают, не встречают шхыну. То, что называют Рабейн Йойна самым страшным грехом. Одно из них – это группа насмешников, катлы и цены. Так вот, есть замечательный лектор, который показывает лекции среди публики «Далекая Торы», они, эта лекция во многом, она совмещается с насмешками над отсутствием истины, над отсутствием истинных достоинств, которые есть в обществе, которые в нету. Они смехаются над теми кумирами, которые общество это вокруг себя построило. Это вещь дозволенная, даже более того. Но тут есть, как всегда, есть очень тонкая вещь. Тонкая и опасная вещь, чтобы эта дозволенная насмешка не перешла границы. Люди могут воспринять, что есть такой стиль преподавания Торы с насмешками. Это ложь. Нет такого. Тора должна нам даваться, мы должны донести ее с максимальной богобоинностью, которая у нас есть. Мы хотим дать людям слова Творца. Мы передаем нашим ученикам, слова наших мудрецов, всех поколений, которые жизнь отдали, чтобы постичь Тору. Когда действительно учили ее, как здесь сказано, И тут есть страшная опасность, что человек не понимающий, не разделяющий между разрешением пошутить в начале урока. Человек не понимающий, что есть вещи, на которые можно и нужно смеяться. Он сделает себе вывод, что в нашем поколении так обучают словам Торы, так это лучше входит, так сейчас тоже можно обучать Тору. Это страшнейшая фальсификация Тора. Тора несовместима с лиценутом. Тору. И я позволю сказать несколько слов. Это вещи, которые очень меня огорчают. И надо бы говорить, есть места, в которых находятся сегодня многие наши братья, называются это социальные сети, Facebook. Это место, которое по своей сути, это вещь противоположная страху, содроганию. Это место, где властвует, что хочу, то говорю, что хочу, то пишу. И, к сожалению, в этом месте фигурируют люди, даже называющие себя раввинами, которые, я бы сказал так, если люди используются этими сетями, ради того, чтобы снести истинные слова Торы, в этом проблемы нет. Всю проблему нет, я объясню. Если они находятся в помойке, то надо бросить им спасательный круг или веревку, чтобы они оттуда могли вылезти. Если можно донести людям, у них нет другого пути, чтобы они дошли слова Торы, только там, где они находятся, надо послать им туда тоже слова Торы. Может им понравится, возьмется веревка и вылезет оттуда. Или, по крайней мере, вдохнет слово Торы, как-то его оживит, и вообще немножко очистим от его сквер. Но есть другая вещь. Когда, не дай Бог, слова Торы, они облачаются в одежде этого места. То есть, они идут вместе с насмешкой, лейценут, крерут. Крерут. Что значит крерут? Это свойство молека. Когда нет... Слова Торы — это, как горяк, как кипящая ванна. Это огонь. Слова Торы с мудрецов — это огонь. Когда это все превращается в такое, как легкую, салонную беседу, когда теряется, нивелируется разница между величайшими сведущими Израиля и и кем-то, кто там выступает, кем-то там выступает, и вот он может думать про себя, говорить про себя. Они сказали так-то, я вот понимаю иначе, и мы, конечно, равны. Нет большего лейценута, чем какой-то... Даже человек, который учился мне сказать сегодня, он будет... Он поставит себя на один уровень с величайшими мудрецами Израиля, даже нашего поколения. Это истинный лейценут. А тем более, когда речь идет о обычаях нашего народа, и то, что у нас учили мудрецы прошлых поколений. И давайте просто поймем, мы сейчас идем получать ТОР. Пишет Александр Коэн, что каждые недели, каждые недельные главы в них пробуждает тот же самый свет тех же тех событий, которые в этих главах описаны. Есть у нас годовой цикл праздников, когда этот свет событий он пробуждается свыше в те времена, когда события происходили, как Пурим, Ханука, Пейсах, Швуис. А есть также у нас еще один цикл, когда читая ТОРу, эти шабаты и недели, чтения ТОРы, недельной главы, они пробуждают эти высшие света, которые светили бы в этот период. Мы сейчас идем, значит, на шесть недели, Бешалах. Сейчас против нас встал Амалек. Этот Амалек имеет много очень проявлений. Одно из них — это насмешка. Одно из них — это принижение достоинства ТОРы. Одно из них — это поражение Ират Шамая, богобъязненности. это то, что мы сегодня говорили, это то, что мешает, то, что отменяет возможность истинно получить ТОР. мы уже говорили об этом, что по Шатитру дальше говорит, что наш народ ушел из места Рафидим, делал с Амалеком, с Чевой. Он пришел в крестье Най с Чевой и ушел оттуда с Чевой. То есть, Амалек, он пришел подпортить нашему народу получения ТОРы. Но наш народ, ведомый Мошарабейну, нашими величайшими другими учителями, которые были — Арна, Коэн, Мирям, Навия и так далее — они это зло обратили в добро. Они победили Амалека, хотя в том смысле победили Амалека, даже если они не стерли его самого из мира, но они... то, что он поразил их, то не исправили. И... именно этим исправлением этого наш народ остался получить ТОРу. И так я хочу объяснить Славараши, что из Рафидима ушли с Чевой, с возвращением, и так пришли на Горусинай, к Горесинай. То же самое скажу и еще одна вещь. разделение, махлокет, раздор и ссор — это одна из причин прихода Амалека. И об этом говорит Раши, что... на Горесинай, чтобы наш народ пришел к Горесинай единым народом, без раздоров. Короче говоря, я хочу сказать следующую вещь. У нас есть сейчас страшная глава, называется «Приход Амалека». Амалека — это... это проблема не физическая, не кто-то пришел с мечом, это проблема духовной борьбы. И, скажем так, если мы все вдуматься в эти вещи, многие и думают, что это, безусловно, имеет четкую основу, это говорит наше будущее до катастрофы, сведут катастрофу еврейства с Амалека. Надо бы еще просто знать, этот Амалек пришел из Германии, и из места этого духовный Амалек поразил наш рот совершенно страшно. Это реформа, это отход немецкого действия от Торы, совершенно страшно. Нас сейчас тоже окружает Амалек со всех, со всех сторон. но вот наша задача оградить себя от влияния Амалека, наша задача вот все это легкомыслие и насмешку окружающего мира, все это пренебрежение к истинным ценностям, все это нивелирование истинных ценностей, истинных достоинств, которые несет окружающий мир вокруг нас и пытается проникнуть и в наши сердца, и в наше общество через всевозможные сети, как Facebook и тому подобное. Это все надо из себя изжить, изжить, и усилиться и расшамаями, и жить из себя. когда все проявления лейцанута, будучи этим радов, будучи этим веселыми и радующимися жизнями, это одно, другого абсурда не противоречит. Я напомню просто про себя одну вещь, что лейцанут, лейцанут и торы вещи несовместимые. Гульчабас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова